В центре столицы Российского государства в Москве в восьмой раз мы проводим мусульманский форум. Первый форум, который был создан в 2005 году, мы приурочили Дню Единства Народов России. И понимая то, что Россия многонациональное государство, многорелигиозная страна, мы должны объединять народы, мы создавать атмосферу взаимопонимания, уважения и доверия между нашими народами, религиями и культурами. И вот этому способствует проводимый нами мусульманский форум. Наш мусульманский форум проводится как продолжатель тех традиций, которые были заложены мусульманскими учеными, богословами, жившие в 20 веке. В начале 20 века наши богословы, общественные политические деятели мусульман, они собирались на одной площадке и решали самые актуальные, перспективные, насущные вопросы мусульман Российской империи. И вот мы сегодня, проводя наш форум, также хотим сплотить наш народ России, мусульман страны, вести консолидации наших умов, наших сердец, наших дел. И способствовать сохранению мира, стабильности в нашем многонациональном, многорелигиозном государстве. Мы хотим показать не только россиянам, что мы едины, мы хотим показать и нашим единоверцам из зарубежных стран. Ведь нам есть, что показать и чем похвастаться. Мы, многонациональный народ, многорелигиозный народ, живем, хвала Всевышнему, многие века в мире и в согласии. И к нам приезжают наши братья, партнеры из европейских стран, из других континентов для изучения опыта мирного сосуществования религий и народов Российской Федерации. И вот наш форум, который начинался как Всероссийский мусульманский форум, сегодня получил статус международного форума. И хвала Всевышнему, на сегодняшний наш форум мы пригласили участников из десяти стран мира. И, конечно же, в первую очередь мы пригласили наших братьев из стран Содружества Независимых Государств. К нам также прибыли из Прибалтики, из Юго-Восточной Азии. И это означает, что мы, мусульмане, и России, и стран Содружества Независимых Государств, и мира в целом, являемся частью исламского мира. Мы, мусульмане, являемся братьями по призыву нашего святого пророка Мухаммада, который сказал «Иннама ль му'минуна ихва» Братья мы, мусульмане мы, верующие мы, являемся истинно братьями. Таким образом, наш форум мы проводим в Москве в восьмой раз. В этот форум мы также подготовили две конференции. Одна из конференций посвящена вопросу образования. Вторая конференция, она будет научно-практическая, и будут обсуждаться вопросы актуальные, которые сегодня волнуют всех нас, волнуют наше общество, волнуют в целом мусульманское сообщество и мусульманскую умму мира. Я благодарю всех вас за ваше внимание нашему форуму. Я надеюсь, что вы услышите очень содержательные, интересные доклады, выступления. И этот форум внесет свой вклад в дело развития взаимопонимания между народами, между религиями и культурами. Будет способствовать и в дальнейшем сохранению мира, стабильности и спокойствия в нашем Отечестве. Благодарю вас. Вассаляму алейкум. Варахматуллахи ва баракату. Я хочу ознакомить вас с текстом обращения, который направил вам министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Викторович Лавров. Сердечно приветствую организаторов и участников восьмого мусульманского форума. Ваш ежегодный форум, отличающийся широким и представительным составом участников, предоставляет хорошую возможность для рассмотрения актуальных вопросов деятельности мусульманского сообщества в странах Содружества Независимого Государства. Насыщенная повестка дня встречи отражает масштабность вызовов в нравственной и социальной сферах, поиск эффективных ответов на которые призван способствовать укреплению многогранных духовных и культурных связей народов на евразийском пространстве. На фоне глубоких преобразований международного ландшафта, продолжающихся трансформационных процессов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, которые нередко сопровождаются усилением межконфессиональных и межэтнических противоречий, особое значение имеют усилия по противодействию идеям экстремизма и религиозной нетерпимости, обеспечению мира и согласия в отношениях между различными конфессиями. В этих условиях особо важна роль, которую играют традиционные религии в нашей стране в деле утверждения вечных ценностей благочестия, добра, милосердия и любви к ближним. Уверен, что форум внесет свой вклад в развитие межнационального и межрелигиозного диалога, наращивание доверия и взаимопонимания в отношениях между нашими странами. Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго. Сергей Лавров. Сегодня на пространстве, на котором живут народы, скрепленные общей историей, идут процессы восстановления общения этих народов, идут процессы взаимопомощи в самых разных областях, идут процессы консолидации. Я убежден, что это очень правильные процессы, и не случайно опыт жизни в рамках независимых государств научил нас не только тому, что важно ценить свою самостоятельность, но и тому, что важно поддерживать друг друга и укреплять друг друга перед лицом общих глобальных вызовов. Вместе мы сильнее экономически, политически, цивилизационно. И эту силу нужно не только не утратить, но и укрепить. Ее нужно не только ценить, но и выстраивать на будущее. Есть целый ряд инициатив, которые направлены на сближение мусульманских общин разных стран СНГ. За последнее время в информационном поле об этих инициативах было много сказано. Надеюсь, что все эти инициативы помогут тем процессам сближения народов, которые я только что упомянул. Известно, что у наших народов есть общие и серьезные вызовы. Это глобальный экономический кризис, это ситуация, в которой мировая экономика более не может развиваться так, как она развивалась в последние десятилетия, и значит, мир ждет новых путей развития глобальной экономики. Еще один вызов – это экологический кризис, который сегодня переживают и отдельные народы, и человечество в целом. И этот кризис тоже нуждается в ответе верующих людей, верующих разных религий. Еще один вызов – это попытки устройства различных экспериментов по изменению исторического пути народов, по изменению социального устройства народов. Без воли самих этих народов известно, что в мире есть силы, которые хотели бы поиграть на конфликтности для того, чтобы изменить политические системы в тех или иных государствах и сделать эти государства и их народы заложниками геополитических и стратегических схем, которые этими народами не выбирались. И я думаю, что сегодня отстаивание воли народов на определение своего исторического пути без внешних влияний – это одна из тех задач, которые стоят перед всеми государствами СНГ. Известно, что внешнее влияние на религиозную жизнь, на сферу идей, на сферу культуры, на межнациональные и межрелигиозные отношения в странах СНГ – это не всегда конструктивное влияние, это не всегда позитивное влияние. И народы имеют право защищаться, в том числе вместе защищаться, помогая друг другу от тех деструктивных влияний, которые могут иметь место, в том числе в области религиозных и межрелигиозных процессов. Мы призваны, как представляется, вместе заботиться о сохранении богатого культурного и духовного наследия наших народов, об их процветании. И на этом пути у нас есть прекрасные возможности для взаимной поддержки, для общения и взаимопомощи. Субтитры создавал DimaTorzok